Здравствуйте! В эфире программа «Больше чем работа» и ее ведущая Ирина Кузьменкова. Сегодня мы будем, так же как и в предыдущих эфирах, говорить о людях, для которых их профессии, их работы намного больше, чем график с 9 до 6, это призвание, дело жизни. Сегодня у меня в гостях Юлия Горохова, которая возглавляет Центр занятости населения Санкт-Петербурга. Это директор этого центра. Юлия, здравствуйте! Здравствуйте! Добрый вечер! Большое спасибо, что вы согласились на это интервью. И важно, что наше интервью происходит перед очень большим событием в сфере труда и занятости людей, которые живут в нашем городе. Это Международный форум труда. Он состоится с 28 февраля по 1 марта, пройдет в экспо-форуме, и вы один из спикеров, модераторов и активных участников этого события. Поэтому мой первый вопрос будет связан с этим событием, с этим мероприятием. Каковы ваши ожидания, как профессиональные, так и лично, как человека, от форума? Во-первых, хочу еще раз вас поблагодарить за то, что вы пригласили меня сегодня в студию. Особенно, если учесть, что название программы такое обязывающее, и за это вам очень благодарна. Если говорить про форум труда, мои ожидания, может быть, повторюсь, это третий международный форум труда, который у нас пройдет на площадке Санкт-Петербурга, и я очень горжусь тем, что этот форум проходит именно в нашем городе. Какие ожидания? Ожидание встретиться на данной площадке представителям работодателей, представителям государственных служащих наших высоких гостей из Москвы, из других стран, международный форум труда, и обсудить те вопросы, которые на данный момент нас всех интересуют, и, можно даже сказать, чем-то наболевшим. У нас на форуме будут подняты такие важные вопросы, как повышение производительности труда, как пенсионная реформа, что нам ждать, например, повышение пенсионного возраста. Далее на данном форуме у нас встретятся люди, которые будут обсуждать миграционные вопросы, будут обсуждать профессиональную ориентацию как для молодежи, так и для людей старшего поколения. Все эти вопросы, которые на данный момент очень важны, как в городе, так и в стране, так и вообще на международной арене, они будут обсуждаться. И мои ожидания от форума, наши ожидания от форума, это принятие каких-то определенных решений, именно решений, по которым мы в дальнейшем будем работать. Ну, то есть, что те решения, которые будут приняты в ходе обсуждения, работы секций и так далее, что они действительно повлияют на изменения либо законодательства, либо ситуации. То есть там могут быть приняты такие решения? Могут быть, да. Это могут быть внесения изменений в законодательство, это может быть обмен опытом. Нас много, и, в общем-то, когда внедряются какие-то новые технологии, все пробуют, у всех есть какие-то положительные результаты, отрицательные результаты. В любом случае происходит взаимодействие, мы обмениваемся этим опытом и вырабатываем какие-то, может быть, общие, какую-то общую позицию, общую политику, и как мы дальше будем работать и взаимодействовать в том или ином направлении. При этом форум посетят достаточно много сопоставленных госслужащих, чиновников, людей, которые, по всей видимости, в состоянии принять такие решения. И в этой связи вопрос. Открытый ли вообще доступ? Могут ли прийти простые люди и посмотреть на то, что будет происходить на форуме? Вообще целевая аудитория форума? Очень хороший вопрос. Да, он открытый. Будут несколько секций, которые будут закрыты, но в основном форум, все мероприятия, которые будут на форуме, они открыты. Каждый гражданин может зайти на сайт международного форума труда, зарегистрироваться, посмотреть программу форума, ознакомиться со всеми секциями, выбрать из того разнообразия, которое, поверьте, довольно большое количество тем представленных, и интересных спикеров, выбрать и прийти на форум. Как 28-го, так 1-го числа. И я видела эту программу в качестве подготовки, и также я буду одним из спикеров этого форума. Программа огромная, действительно, несколько страниц PDF, ее можно скачать на сайте, посмотреть. И вы лидируете там секцию, связанную с пенсионной реформой и повышением пенсионного возраста. О чем пойдет речь? И вообще, как вы относитесь к этим изменениям? Как вы видите, как они влияют на рынок труда? На данной площадке мы постарались сделать так, чтобы у нас были спикеры как от работодателей, как от нашего государства, которые принимают решения, так и наше научное сообщество. Мы хотим посмотреть, ну и, естественно, приедут к нам представители других стран, которые поделятся своим опытом, расскажут, как у них, что у них представляет пенсионная реформа и какие-то уже были изменения. И, в общем-то, мы посмотрим со всех сторон на вот эту тему. И вот какая моя в основном, да, мой посыл, моя цель? Показать тот опыт, который может помочь как работодателям, так и людям предпенсионного возраста для того, чтобы найти новую работу или сохранить ту работу, которая есть. На данный момент в связи со всеми изменениями, которые буквально в прошлом году произошли, так получается, что когда общаешься с работодателями, не все работодатели к этому готовы. И первая реакция — это такой некий страх. Страх оказаться, особенно изменения в законодательстве, вот эта уголовная ответственность, про которую мы все знаем. Все начинают сразу бояться, вот эту уголовную ответственность. А на самом деле здесь нужно работодателям рассказать, показать, какие есть инструменты, и что здесь нет ничего такого страшного. То есть как нужно работать именно в этих реалиях. И наоборот, сейчас очень много инструментов появляется у нас, которыми можно пользоваться. И та же служба занятости может предоставить эти инструменты. Ну, например, с этого года, это повышение того же самого пособия по безработице. Это для людей, которые у нас приходят к нам и получают... — Серьезное повышение? — Серьезное повышение. Если говорить про... В том году у нас максимальное пособие составляло 4 900. В общем, мы все говорили о том, что это не очень высокое пособие. То на сегодняшний день для людей предпенсионного возраста максимальное пособие составляет 11 280 рублей. В общем-то, если сравнивать, то, в общем-то, серьезное. И если продолжать про те инструменты, которые служба занятости может предоставлять... Ну, я говорю сейчас, наверное, самое такое не то, чтобы банальное, а то, что лежит на поверхности. Это пособие, да, и новая программа обучения людей предпенсионного возраста, которая у нас стартует, где-то уже стартовала в этом году. Мы предполагаем, в марте месяце мы уже... Эта программа у нас уже будет... пойдет в ход. И как этим пользоваться? Как работать с теми же самыми работодателями, у которых есть некая боязнь, некий страх? Также вот приведу пример. Буквально, ну, это было накануне Нового года. Мы встречались с работодателями, обсуждали эту тему. И, знаете, мне очень было... Ну, так импонировало то, что работодатели отнеслись с большим интересом к нашим услугам, которые мы предоставляем. К сожалению, не все об этом знают. Вот эта вот социальная поддержка граждан, которую мы можем оказывать тем же работникам, которые работают на предприятиях. Вот это социальная... Многие работодатели к этому отнеслись, как действительно к нейкой поддержки. Ну, то есть это настоящее взаимодействие центра занятости и бизнеса, да? То есть вы почувствовали пользу? Я почувствовала отклик, да, что это действительно нужно, это может помочь как работодателям, так и людям, у которых нет работы, и которые ищут эту работу. Потому что на самом деле у нас, я не устаю повторять и об этом рассказывать, у нас в нашей службе работает довольно большое количество людей с психологическим образованием, которые знают рынок труда, и которые знают, которые понимают, они владеют инструментами тестирования, собеседования, но люди с психологическим образованием, психологи работают, настоящие психологи, которые, когда приходит человек, неважно, он работает, не работает, в любом случае он приходит с каким-то запросом, и психолог эту ситуацию, ну, так если так сказать, разруливает. То есть он предоставляет ту или иную помощь, поддержку данному человеку. Потому что ситуации бывают разные, да? Человек может растеряться, и вот там увольнения какие-то, да, происходит, сокращение ещё что-то. Или наоборот, у него есть работа, но ему нужна другая работа. Он ищет себя. И вот в этих ситуациях наши психологи, они могут помочь. Хорошо. А вообще вот с точки зрения людей, которые тоже оказались, не только компании оказались в новых условиях, но и люди оказались, они теперь в новых правилах игры, и пенсионный возраст отодвигается, особенно для тех, кому сейчас столько, сколько нам. Для остальных, там, может быть, кто старше, это постепеннее происходит. Как вы считаете, да, вот что можно таким людям, ну, большинству, собственно, взрослого, трудоспособного населения посоветовать? Как относиться к своей карьере, как относиться к вот этому более длительному теперь периоду, который, ну, по идее, надо работать до пенсии и так далее, да? Может быть, вы своими планами поделитесь, вот как вы к этому относитесь, к личным отношениям, потому что у вас тоже теперь пенсия наступит не в 55 лет, а позже, да? То есть вот чисто человеческое, чисто человеческий взгляд на этот вопрос. Вкладывать в себя и развиваться. Обучаться, переобучаться, пересматривать свои взгляды, да, на свою профессию. Ну, не зря же мы сейчас всё больше и больше говорим о том, что мы сейчас нужно совершенствовать именно набор своих компетенций, да? И уже вот наслаивая потом на вот этот набор, можно вот, да, где-то вот чему-то будут подучиться. В зависимости от того, какие у тебя планы, да, вот выстраиваются там, что ты там, какие у тебя цели, тебе уже проще будет, да? То есть вот эту базу, основу ты всё время поддерживаешь, да, накапливаешь, и потом что-то ты, ну, тогда буквально там немножко там, может, повысил квалификацию, или, не знаю, что-то почитал там, да, или, ну, не знаю, нашёл что-то схожее. Это вот, я думаю, что здесь нужно просто настраивать себя на вот такой вот гибкий, более гибкий подход, быть более гибким. Ну, и, наверное, не опускать руки. И не опускать руки, да, не опускать руки. Вот очень интересно, как люди по-разному относятся к возрасту, после которых, как они считают, уже изменения невозможные. Однажды мне вот сказали, у меня была, я беседовала с молодой девушкой, и она мне сказала, что, ну, вот после 30, конечно же, уже поздно что-то начинать. После 30. После 30, да. Вот, ну, ей было там года 23. При этом я вижу примеры, кто начинает и в 40, и в 50, и садятся за руль и получают новую профессию. У вас есть такие истории из вашего окружения, может быть, какие-то уникальные истории, которые в центре занятости встречались вот в этой области? Вот что-то, что мотивирует? Знаете, у нас на самом деле в центре занятости, если посмотреть на тех сотрудников, которые у нас работают, которые к нам приходят, в общем-то, люди из таких разных областей, вот когда мы принимаем на работу людей и вот проводим какие-то там первичные, ну, уже там, да, прошли собеседование, уже пришли на работу, а потом, вот это какой-то, ну, вот, когда проходит первый этап обучения, вход в компанию, в организацию, компания в организацию, начинаешь знакомиться с людьми вот именно в группе, и понимаешь, насколько все разношерстные, вот я имею в виду у всех такой разный опыт, и там кто-то работал, я не знаю, в налоговой, там столько времени, а кто-то работал вообще там в бизнесе, там, не знаю, стройкой занимался, и вот даже если смотреть, например, наших людей, которые к нам приходят, да, то это уже изменения, и на самом деле тут люди получаются, они переходят из какой-то вот одной области, переходят вот именно в нашу область социальной поддержки, да, работы с людьми, ну, реально вот в область такой помощи, помощи другим людям. Я считаю, что это такой очень хороший пример. Ну, то есть они могут и своим примером, на самом деле мотивировать других к изменениям. Да. То есть, другими словами, предела нет, да, то есть можно в любом возрасте измениться, получить новую профессию, начать какое-то новое дело. Ну, вопрос желания, да, конечно, если мы будем говорить о профессии, сейчас можно еще много чего нафантазировать, да, и понятно, что если у человека есть цель, он ее достигнет, если он этого хочет, он достигнет. Не так, так по-другому. Конечно, есть ограничения и получение образования, это все понятно. Нужно смотреть просто в конкретную область и понимать, да, ну, да, вот так я не могу, но зато я могу вот так, да. Поэтому я считаю, что если есть желание, да, и еще его поддерживают, то можно идти в любое направление. Это моя личная позиция. Да. Хорошо, вы для себя сами какую-то профессию новую приглядываете, задумываетесь ли вот что-то, что было бы интересно, потому что вот есть такое понятие серебряный возраст, да, когда вот это предпенсионный, пенсионный уже возраст, да, может быть, вообще уже за пределами выхода на пенсию, когда человек начинает воплощать свои мечты, он понимает, что он всего уже достиг, и может, например, не знаю, делать домашнее мороженое или там выращивать какие-то потрясающие цветы. У вас есть такой личный план? План серебряного возраста? Каверзный, каверзный такой вопрос. Конечно. Знаете, вот когда работаешь в службе заднитости, у нас столько направлений, столько направлений, которые нужно одновременно прорабатывать, держать в поле зрения, и, в общем-то, я, ну, естественно, я периодически задумываюсь над тем, что может быть дальше, и, да, какие-то я себе планы простраиваю, выстраиваю, вернее. Здесь есть несколько областей, которые интересны. Вот всё это интересно именно связано с моей текущей деятельностью. Да, ну, например, возьмём ту же самую профессиональную ориентацию. Да, профориентация, то, как выстраивать карьеру. Это всё очень интересно, и это можно отрабатывать как со школьниками, студентами, так и с людьми, которые вот уже, да, там, более взрослым состоянием. Более взрослые. Очень интересная тема. И, в общем-то, вот бери этот проект и развивай. В общем, у меня уже там, да, здесь я немножко так, мне кажется, двигаюсь вперёд. Вот, вернее, не я, а мы. У нас это всё работает, но хочется, чтобы оно было более системно, на уровне города, чтобы у нас были улучшения, и всё-таки нам изменения здесь нужны, потому что та система, которая есть сейчас, всё-таки нужно её дорабатывать. Потом, например, направление работы с инвалидами, с людьми, да, люди с ограниченными возможностями. Это тоже целое направление, целая тема. И вот где-то даже вот немножко, да, где-то такая боязнь, да, потому что всё очень непросто, и как с этим справиться. И проще всего, да, делать как положено, и, собственно говоря, вот ты делаешь, делаешь, в общем-то, да, работа, она идёт. Но хотелось бы здесь вносить какие-то изменения для того, чтобы было больше пользы. И маленькими-маленькими шажками всё-таки мы это делаем, и есть определённые такие наработки, да, и цели выстраивания цепочки для того, чтобы мы могли не только искать работодателей, которые могут организовывать рабочие места для того, чтобы принимать к себе людей с инвалидностью, но ещё и выстраивать цепочки для того, чтобы люди могли сами себе, да, вот организовывать данные рабочие места. Я, наверное, сейчас очень так, может быть, сумбурно говорю. Ну, например, да, там вот человек может там что-то своими руками делать, и, ну, то, что мы говорим о самозанятости. Открыть собственное дело. Сложно это сделать. Открыть собственное дело. И вот помочь, да, открыть собственное дело для того, чтобы то, что человек сам делает своими руками, да, потом мог реализовывать. Да. То есть вот такие уже механизмы более-более такие... Уже следующего уровня. Уже, да, уже другого уровня. И в то же время очень сложные, да. Да. Ну, конечно, любая социальная работа, мне кажется, это в том числе возможность для людей 40 плюс, 50 плюс. Вообще очень хорошая сфера. И я действительно в последнее время общалась с несколькими людьми, которые осознанно в пенсионном уже возрасте переходят в эту сферу и, в частности, развивают себе навыки, проходят курсы, например, работая с особенными детьми или в качестве тьютеров, например, и так далее. И это огромное, мне кажется, поле, вот это социальное, да, и как бы огромная возможность для людей, которые хотят начать что-то новое и при этом могут опираться на свой предыдущий опыт. И это, естественно, вот возвращаясь к названию нашей программы, больше, чем работа. И вообще то, о чем вы говорите, в ваших словах это слышится. Вот если говорить о вашей личной карьере, которая, как я знаю, начиналась в бизнесе, а сейчас продолжается в социальной сфере. Работа для вас это или это что-то другое? Как вы сами для себя определяете? И вообще, может быть, несколько слов о вашем карьерном пути. Работа ли это вы имеете в виду, выстраивание карьеры? Я имею в виду, что вот работа в таком формальном понимании. Или вы скорее относитесь к этому как к призванию, или делу жизни, или к чему-то, чем вы меняете мир вокруг себя. Ну, то есть, вот какое вы даете определение о своей занятости, которой вы заняты, наверное, больше, чем с 9 до 6, что-то мне так подсказывает, да? Ну, вот то, чему вы себя отдаете. Что это для вас? Прежде всего, это интересная работа. Это действительно очень интересная работа. И это, я считаю, что это действительно такая помощь людям. Если, наверное, очень кратко, я бы, наверное, так сказала. Как вы пришли к этой должности, к этой работе? Какой был ваш путь? Какой был мой путь? Прямо собеседование такое получается у нас в плане. Нет, я думаю, что просто зрителям это может быть интересно. Знаете, как это не забавно, но первое мое образование, оно техническое закончило политех, механика машиностроительный факультет. Инженер-конструктор. Вот видите, вы удивляете. Это первое образование мое. И, в общем, так получилось, когда моя первая работа, я работала на заводе, завод «Армолит», который сейчас у нас очень активно повышает производительность труда. это один из наших клиентов, с которым мы сейчас очень плотно работаем. И так получилось, что на каком-то этапе я занималась, ну, знаете, когда студент приходит на работу, всё интересно, всё-всё-всё интересно. И вот на каком-то этапе мне предложили ещё и заняться кадровым делопроизводством. Ну, у нас маленькое. Ну, вот на тот момент у нас, ну, когда это произошло, у нас был небольшой коллектив, и, в общем, да, там предлагали разного рода проекты, которые можно заняться. И я на тот момент ещё проходила какие-то там тренинги и заинтересовалась психологией, заинтересовалась именно менеджментом управления, управление человеческими ресурсами. И я бы сказала, что, наверное, был такой некий переломный момент, когда я решила, что я хочу в этой сфере развиваться, в управлении персоналом. Я выбрала вуз, пошла, получила такие 9-месячные курсы на переквалификации, именно на HR, и нашла работу, и работала сначала в качестве HR-менеджера. Потом я... Вот у меня был такой дикистарт в такой небольшой компании, потом я уже там искала другую работу, мне было интересно поработать в международной компании, и затем я уже работала в компании Johnson Controls International. Там я получила очень хороший опыт, именно опыт HR, саму систему. И, в общем, всё было бы хорошо, я бы там дальше работала, пока не произошёл кризис. 2008-го, по всей видимости, да? Да, это были сокращения, и в 2009 году, в начале, когда мы всех... У нас произошла реорганизация, был не очень такой хороший момент для поиска работы, и через какое-то время так получилось, что я, знаете, у всех... У меня как-то всё наоборот произошло. Я пошла работать в кадровое агентство, да, это Manpower, компания Manpower, и... Ну, я работала именно менеджером производственных проектов, и там... Ну, у нас было много проектов, это там... И аутплейсмент, и аутсорсинг, и массовый подбор персонала. И там было очень интересно, потому что там я работала с компаниями, да, и уже для компании мы выполняли эти проекты. Да, и разные проекты, соответственно, Немножко со стороны, да, немножко со стороны, и, в общем-то, там был очень хороший опыт знакомства с разными-разными предприятиями, и с производством, и с услугами, такой очень-очень такой хороший опыт получился. Ну, и через какое-то время я пришла в службу занятости, сначала я начала работать в агентстве занятости населения Центрального района, то есть в одном из районов. Ну, и через какое-то время я уже вот... Я приступила к работе, к должности директора Центра занятости. То есть у меня получилось, получается, на данный момент я как-то вот с разных сторон, да, и как работодатель поработала, да, внутри, и как кадровое агентство, частное агентство занятости, да, вот как сейчас называем, и уже вот пришла вот в нашу область. И хочу сказать, что вот это мне очень помогает. И вот то, с чего я начинала, да, работа на производстве, я считаю, и вот образование, да, техническое образование, оно очень мне сильно помогает, потому что я понимаю, как работает производство, какие сотрудники нужны, даже если мы говорим про HR. То есть получается такая некая такая система у меня так сложилась, да, и я надеюсь, что у меня получается разговаривать с работодателями примерно на одном языке, и как со стороны HR, и как со стороны работодателя, и я уже вижу какие-то моменты, да, там уже немножко с другой стороны, и разговариваю с работодателями, даже вот если говорить в разрезе пенсионной реформы, о том, что каждый работодатель, он, понятно почему, да, но, к сожалению, для, наверное, уже для другой системы отчёта, видит всё-таки в своей плоскости, плоскости своего предприятия, своей организации. И, в общем, есть компании, у которых всё хорошо, и они, у них уже сложилась определённая политика, там, к работе с теми или иными сотрудниками, ну, особенно, да, если мы говорим про предпенсионный возраст, и там у кого-то одна политика, у кого-то другая политика, но если подняться немножко выше, выше, и посмотреть на то, что происходит в том же самом городе, то понимаешь, что всё-таки, коллеги, нужно всё равно вместе работать, потому что мы работаем в одном городе, в одной системе, и в любом случае сегодня это касается, там, только твоих работников, завтра это касается и тебя, или, там, твоих родных. Нужно задумываться немножко на другом уровне и подходить к этим проблемам. И в этой связи у меня такой вопрос. Вот, постоянно сталкиваясь с работодателями, с соискателями, и чувствуя рынок труда практически на кончиках пальцев, можете ли вы вот дать свой личный профессиональный взгляд на тренды, которые нас ждут в ближайшие 10 лет? Хоть прогнозы, понятно, дело неблагодарное, да, но, тем не менее, вот то, что вы чувствуете сейчас, может быть, то, что сейчас ещё не до конца вербализировано, и там невозможно прочесть какую-то статью в интернете, да, но вы уже это ощущаете. Вот какие тренды? Чего ждать? Чего ждать в ближайшие 10 лет? Вот, я считаю, что в ближайшие 10 лет, так или иначе, вот, государство и бизнес, вот, государственно-частное партнёрство, оно будет в таком тренде, да, то есть оно всё-таки, мы придём к тому, что нам нужно будет сообщать, решать те или иные проблемы, те или иные вопросы. Тренд того, что всё-таки поиск работы меняется, подбор работы меняется, и меняется сама система образования, подход, да, самого образования. Если мы раньше получали образование какое-то, да, там... Одно на всю жизнь? Одно на всю жизнь, да, то сейчас совершенно по-другому, да, сейчас вот эти постоянные изменения, они касаются не только всего нашего окружения, но и нас самих. То есть тренд быть более мобильным, быстрым, гибким, быстрее реагировать и всё-таки работать сообща, да, в одной команде. А поиск работы в чём меняется? Поиск работы, технология поиска работы меняется, и сама работа просто меняется, да, сейчас очень... Вот даже если посмотрите там, на те же самые заводы, да, раньше заводы это были такие махины-гиганты, сейчас это всё-таки уже такие... не такие гиганты, да, как это лучше сказать. Мы становимся меньше, но вот это повышение производительности, да, про которое мы говорим, оно имеет место быть... Работа другая, получается, да, и даже вот само отношение к работе, когда вы говорили там, да, с девяти до шести, мне кажется, это сейчас вот неважно даже для кого, но вот с девяти до шести эти границы, они так стираются, размываются, согласно. Не важно, где твоё рабочее место, не важно вот это время, да, в основном это работа на результат, работа на не вот это время, да, а выполненные проекты, скорее так. А как вы относитесь вот к такому тренду? Ну, я на себе его ощущаю, в моём окружении я его вижу, видите ли вы, самозанятость, рост людей, которые приходят к тому, чтобы работать на проектах, не быть трудоустроенными в одном месте, работать в качестве частных предпринимателей, ну, вот как-то вот в таком, я вижу очень много такого сейчас на рынке. Вы видите? Мы тоже это видим, и у нас даже есть одна из услуг, самозанятость у нас так и называется, когда к нам приходят люди, которые ищут работу, у нас есть такая возможность, когда к нам приходит безработный, да, получает данный статус, и потом мы можем предложить пройти некое тестирование, потом обучение, да, что такое бизнес-план, что такое собственное дело, и на выходе уже человек принимает решение или не принимает решение, в зависимости от… Что тоже хорошо. Что тоже очень хорошо, на самом деле, что тоже очень хорошо, я всегда как раз это как бы такой вот плюсом таким выделяю, и после этого, да, человек принимает решение, да, там, получает некую помощь для того, чтобы открыть собственное дело. У нас данная услуга есть, и мы тоже отслеживаем, сколько человек приходит. И даже, я бы сказала, сейчас дело не в количестве, а в качестве людей, которые реально приходят осознанно, понимая, что они хотят открыть собственное дело. Я бы сказала, что таких людей стало больше. А что в основном? Чем занимаются после прохождения этого обучения? То есть в каких сферах хотя бы они реализуют себя? Вы знаете, вот они самые разные. Здесь обучение именно тому, что такое собственное дело, как его построить. Вот такие основные юридические, экономические моменты даются. Поэтому здесь я даже, наверное, не буду вдаваться, потому что действительно они очень разные. Я тоже обратила внимание, на одном из работных сайтов, входящих в топ, смотрела резюме маркетологов. И раньше на работном сайте можно было встретить просто резюме людей, которые ищут постоянную занятость. Сейчас, я так навскидку скажу, понятно, маркетолог немножко такая, должность, она предполагает это, но процентов, наверное, 30 резюме пишут о том, что они ищут либо удаленную работу, либо проектную занятость, либо полставки, потому что полставки уже заняты кем-то другим и так далее. И получается настолько много вариантов для работодателя решить свой вопрос с закрытием этой вакансии. То есть ты можешь выбрать тоже, как тебе удобнее взаимодействовать с этим сотрудником. Это очень интересно. Вопрос, готовы ли люди? Вот как бы эта профессия конкретно, ну, видно, что готовы, да? А вот другие профессии, не знаю, как вы считаете, вот какие профессии, может быть, тяжелее всего, идут навстречу этим трендам, которые вы озвучили? Кому тяжелее? Производство. 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 Все, что делаем руками, там, где нужно быть на той же самой линии, на конвейере. Да, да. Стройка, производство. Пока ничего не меняется. Хорошо. И вот подходя уже к концу нашего интервью, опираясь на ваш профессиональный личный опыт, какие бы вы рекомендации, может быть, там, топ-3, топ-5 рекомендации могли бы дать нашим зрителям и слушателям относительно развития себя, развития своей карьеры, самореализации? Может быть, такие короткие советы от вас? Короткие советы. Я бы даже обратилась бы сначала к родителям. К родителям, которые вкладывают в детей и которые, да, могут помочь ребёнку найти себя. Ну, не найти себя, я бы сказала, попробовать. Попробовать большее количество профессий, пройти профессиональные пробы, если есть такая возможность, сходить на экскурсии, на предприятие, к себе привезти на работу, да, продемонстрировать ребёнку, что такое вообще мир профессий. Ну, вот, наверное, отсюда происходит вот это понимание, да, что такое профессия. И затем, когда, ну, вот, ребёнок уже учится и выбирает то или иное учреждение учебное, неважно, это среднее образование будет, высшее образование будет, понимать, что вот в мире всё меняется, но при этом в мире всё возможно. Здесь главное себе вот выстроить цели и пробовать, пробовать, достигать. И если не получается, это не значит, да, не значит, что всё-всё, вот, вот, всё-всё, мир рушится. Да, пробовать ещё, искать какие-то другие направления и не бояться ошибаться. И быть готовым к тому, что, в общем-то, не зря говорят, да, там, за свою жизнь, там, раз за три ты поменяешь свою профессию, да, может быть, это не кардинально, а у кого-то кардинально. Быть готовым к тому, что нужно учиться, да, и вкладывать в себя. То есть не забывать про себя, вот, про своё образование. И к своей карьере относиться действительно очень трепетно и аккуратно. Наверное, так. Спасибо большое. Поддерживаю в каждом слове. Мне кажется, карьера как творчество, как проект, такой жизненный, это правильное отношение, и это даёт чуть большую свободу, в том числе возможность ошибиться и легко к этому отнестись и пойти дальше. Спасибо большое. Ну тогда в завершении мы ещё раз обращаемся ко всем и призываем всех прийти на Международный форум труда. Ваша секция про пенсионную реформу будет какого числа? Первого числа. Первого числа. В экспофоруме ждём гостей. Большое спасибо за беседу. Спасибо вам большое. Спасибо. До свидания. До свидания. Спасибо.